Марина, вы можете, пожалуйста, нам немного рассказать о проекте ReflectEU и как это относится к теперешней ситуации с коронавирусом? Мы живем в очень динамичном мире, и в то время, как нам кажется, что весь мир на паузе, на самом деле множество процессов ускоряются. И до такой степени, что мы не всегда успеваем отследить и понять, что вокруг нас происходит и в какую сторону это движется. Выходя из такой ситуации, мы решили основать университету, которая называется ReflectEU, и на русский язык переводится как «рефлексируя с ЕС», с одной стороны, потому что мы находимся в Брюсселе, столице ЕС, а с другой стороны, рефлексируя с электронными вами, с электронным тобой. Почему? Потому что во время коронавируса наши возможности встречаться в больших аудиториях достаточно ограничены, потому мы вынуждены быть только двое, трое, максимум четверо, сохраняя социальную дистанцию, общаться с вами, нашими зрителями и, надеюсь, с будущими подписчиками посредством этих видеообращений. Тем не менее, мы хотим вести открытый, честный, интеллектуальный диалог по поводу происходящего и того, как это отображается на жизни каждого из нас, как это относится к нам и как нам выстраивать свое настоящее и свое будущее, чтобы лучше подготовиться к тем изменениям, которые уже внедряются в разных сферах, начиная от политической, экономической, социальной сферы охраны здоровья, а также диджитализации или технологизации. Поэтому, если вам интересно быть слушателями таких дискуссий, или же задавать свои вопросы, или же делиться своей экспертизой, пожалуйста, поставьте лайк или напишите в комментариях, что конкретно, в какой роли вы себя видите, что бы вы хотели слышать, и мы попытаемся в наших видео озвучивать заданные вами вопросы или озвучивать ваши предложения на русском языке, либо же субтитрировать те видео, которые мы делаем на украинском, на английском и на других языках. Спасибо большое за внимание, и мы надеемся, что только начало, и мы начнем с вами общаться, дружить, и будем вместе с вами единомышленниками. Спасибо!